Так, друзья, всем привет. Всех рад видеть. Дайте, пожалуйста, обратную связь сразу же. Если вы меня хорошо видите и слышите, то будем начинать. Жду от вас плюсики, там, десяточки, огонечки, еще чего-нибудь. Так, все, первые плюсики пошли. Значит, все хорошо. Итак, ребят, чему посвящен сегодняшний вебинар? Сегодня хочу поговорить о стратегиях входа. Очень много вопросов в личку, очень много людей мне пишут, очень много людей спрашивают, как лучше зайти, как лучше заходить, какие места лучше покупать и так далее. Давайте разберемся с этим. Я хочу вам сразу сказать, что я сейчас не буду вам рассказывать про какие-то командные стратегии, потому что у каждой команды они свои. Кто-то заходит и денежные средства, полученные по маркетингу, пускает на покупку клонов. Кто-то делает автоматически какие-то реинвесты в различных столах. У каждой команды есть свои различные стратегии. Мы сейчас этого касаться не будем. Я вам расскажу, как бы заходил я, как бы работал я. И я вам расскажу о том, как бы я поступил, если бы там был в различных ситуациях. То есть, например, я топ-лидер, и у меня там тысяча человек или 300 человек в команде. Если я, скажем так, новичок, но активный. То есть, у меня уже там 20 человек в команде, и я думаю, как мне лучше зайти. И поговорим о том, как лучше зайти. Если я прямо новичок, и у меня пока никого нет, но я планирую активно качать. И если я пассивщик. Вот, скажем так, четыре варианта развития событий я хочу с вами сегодня рассмотреть. Итак, давайте поговорим вообще о том, как бы работал я. Если бы я вот сейчас был не админом, а просто партнером. Партнером, у которого активная позиция, который умеет, любит приглашать. Как бы работал я? Ну, изначально я бы начал с того, что... Давайте я открою слайды, чтобы мы понимали, о чем речь. Я, как человек, который хочет прийти к быстрому результату, заходил бы, минуя сразу же первый стол. То есть, я бы заходил на второй. Почему? Потому что это делает мою работу в три раза короче. Мой путь к заветной цели, да, к реинвесту в столе. То есть, заходить через первый стол, как вам уже говорил Илья, нужно 130 человек, чтобы дойти до выплаты первой в шестом столе. Если я иду со второго стола, то это уже 47 мест нужно занять. Ну, грубо говоря, нужно 47 человек во второй стол для того, чтобы закрыться, получить выплату в шестом столе. То есть, я бы, как сетевик, я бы подумал о том, что я хочу быстрого результата. Я хочу быстро получить клоны в Profitbox, то есть в Green, в Blue, в Red. Для этого мне нужен быстрый результат. Для этого мне нужно быстрое движение. Разница в цене входа 500 рублей и 1000 рублей. Ну, незначительная разница. То есть, для человека, который принимает решение, что он будет работать в бизнесе, для человека, который уже работал в маточных маркетингах, для него эта разница небольшая. То есть, 500 рублей или 1000 рублей, но движение в три раза быстрее. Соответственно, я бы принимал решение работать, начиная со второго стола. Тогда клоны, полученные по маркетингу, которые летят у нас в первый стол, так как у нас их 4 штуки, они автоматом появляются, сразу же друг по другу расставляются, и я получаю переход сразу же во второй стол и толкаю структуру уже оттуда. При этом, я как человек, который понимает, что я хочу работать на долгосрок, и я сюда пришел в принципе не за 5 тысячами, не за 20 тысячами, не за 30 тысячами, а за более крупными деньгами, я бы, конечно, рассматривал сразу же вход на две площадки. Как минимум на две площадки, это если я, вот говорить о том, что я вот прям новичок, да, то есть я зашел, меня еще нет в профит-боксе, меня нет в грин-боксе, меня нет в блу-боксе, меня нет в ред-боксе, и моя команда, которую я еще никуда не приглашал, еще не зашла. Соответственно, я бы рассмотрел для себя вход в бронзу второй стол и в сильвер второй стол. То есть, таким образом, у меня сумма входа получается 11 тысяч. Для человека, который приходит зарабатывать, в принципе, небольшие деньги. Но я, как лидер, рассмотрел бы вариант покупки и первого стола тоже. Почему? Почему? Потому что я понимаю, что у меня есть структура, которая будет за мной заходить. Сможет ли каждый из них позволить себе такой вход? То есть, ну, 11 тысяч, да, кто-то скажет, для меня это много, либо кто-то скажет, я вообще в сетевом новичок, я не хочу рисковать большими суммами. Тогда этот человек будет заходить на 500 рублей, либо на 5000 рублей, либо на 5500. То есть, и для того, чтобы этот человек не потерялся у меня из структуры, я должен быть в том же столе, куда я приглашаю новых партнеров. То есть, основная идея заключается в том, что если я приглашаю партнеров, я должен быть в том же столе. Поэтому мы так плавно подошли к ситуации, когда мы говорим о топ-лидере. Топ-лидер – это тот человек, у которого уже большая структура, скажем так, от 300 человек и выше. Мы сразу же понимаем, что это не первая линия, зачастую это уже глубина. Когда есть команда там в 500 человек, в 1000 человек, это значит, что у меня уже работает и первая линия, и вторая, и третья, и четвертая, и пятая, и седьмая, и десятая линия в том числе. И зачастую сделать так, чтобы держать связь с каждым из партнеров и договориться заранее с каждым о том, что, а давай все пойдем по одной стратегии, будем покупать все места только в определенных столах, зачастую получается очень сложно. Поэтому я, как куратор, должен занимать те позиции, куда пойдут мои люди, вся моя структура, вся моя глубина. Соответственно, если я человек со структурой большой, я должен прекрасно понимать, что у меня будут люди, которые зайдут и в первый стол бронзы, и во второй стол бронзы люди пойдут. Так как, в принципе, это одна из самых быстрых стратегий, то есть заход со второго стола. Я должен быть во втором столе. Я должен быть в первом столе, потому что, во-первых, полетят клоны моих партнеров, во-вторых, полетят мои клоны, а в-третьих, будут те партнеры, которые не зашли на второй стол, а зашли на первый стол. Соответственно, я их должен где-то встретить для того, чтобы у нас грамотно распределялась матрица, чтобы она грамотно заполнялась. Поскольку, если нет меня, давайте представим ситуацию. Я не купил себе первый стол за 500, а мой личник купил. Соответственно, он пойдет к моему куратору, к примеру, к Илье. А у Ильи 100 человек уже есть в первой линии. Соответственно, мой вот этот человек, который купил место, он будет расставлен уже в стол Ильи. И, соответственно, есть огромная вероятность, что он не попадет с моими людьми в одну структуру. Он встанет просто куда-то. Соответственно, можно говорить о том, что в первом столе я этого человека потеряю. Да, когда он перейдет во второй стол, он гарантированно встанет ко мне. Но в первом столе у меня цепочка уже будет разрушена. Поэтому я, как человек, который дальновидный, покупаю обязательно и первый стол, и второй стол. И, соответственно, я понимаю, что у меня будут партнеры, которые захотят работать еще быстрее. Я предполагаю, что у меня могут быть партнеры, которые включатся быстрее меня. Я понимаю, что могут быть люди, у которых структура больше, чем у меня. В моей структуре могут быть более активные лидеры, чем я. Соответственно, есть вероятность, что они меня могут обогнать. Поэтому я бы покупал и третий стол тоже. То есть я бы покупал первые, как минимум, три стола в бронзе. И, соответственно, я бы брал первые, как минимум, два стола в серебре. И желательно брать, конечно, голд. Почему? Потому что в голде я сейчас говорю именно о том, что если я лидер с большой структурой, как мне правильно зайти, как мне правильно распределить средства для того, чтобы не потерять структуру, не потерять какие-то реферальные связи, для того, чтобы собрать в кучу всю свою структуру, для того, чтобы получить максимальное количество переливов на старте, протолкаться как можно выше и встречать своих партнеров уже на более высоких столах. Мы сейчас говорим об этом. Соответственно, естественно, если мы говорим о лидерской позиции, то это должен быть вход на все столы, на все площадки. То есть это должна быть и бронза, и серебро, и золото. И максимально возможное количество столов. То есть как минимум первые три-четыре стола в бронзе, как минимум первые два стола в сильвере, как минимум одно место в голд. Если мы говорим о лидере, который работает, но у него пока еще нет огромной структуры, то есть это, скажем так, от 10 до 100 человек, вот сидит партнер, у которого от 10 до 100 человек. Думаю, Дима, как же мне, собственно, быть? Если у вас вся эта масса людей находится в одной линии, то, в принципе, достаточно просто. Если она у вас разбита по линиям, то здесь уже немножко сложнее. Опять же, всегда нужно подстраиваться под то, как заходит ваша структура. Если у вас 20 человек в структуре, и вы с каждым из них имеете связь, то вы можете каждому из них задать вопрос, а как заходишь ты? Вот там Петя, а как ты заходишь в ProfitBox? Вася, а как ты заходишь в ProfitBox? Собираем эту информацию и получаем те столы, куда заходит моя структура. И, соответственно, заходим туда же. Туда же обязательно заходим для того, чтобы не потерять связь. Если вам человек из структуры говорит, я вот хочу заходить в бронзу во второй стол, значит, и вы должны быть в бронзе во втором столе. Иначе он улетит к вашему вышестоящему куратору, и вы его сможете догнать, только если вы раньше его закроете второй стол и перейдете в третий. Тогда он встанет под вас. Поэтому, чтобы этого не было, нужно обязательно учитывать то, куда идет ваша структура. А если тебя обогнал человек, то ты не встал во втором столе, он встал к вышестоящему, и теперь все его люди получаются. Тоже там теперь? Конечно, его люди, да. То есть, да, ты теряешь его структуру. Поэтому очень важный момент, чтобы вы заходили на те столы, куда заходят ваши партнеры. Все ваши партнеры. Это нужно обязательно учесть. Если есть возможность связаться с каждым, поговорить, круто. Если нет, значит, перестраховываемся и берем чуть-чуть больше. Какой в этом еще смысл дополнительный? То есть, если у меня небольшая структура, в принципе, структура от 10 до 100 человек, она, ну, скажем так, не огромная, да, небольшая структура. Я как лидер хочу помогать своим партнерам. Поэтому я бы хотел получить максимальное количество переливов на старте для того, чтобы получить большое количество клонов. Переливов я имею в виду от вышестоящего куратора. То есть, к примеру, у меня есть надо мной человек, который меня пригласил в ProfitBox. И я знаю, что у этого лидера, кроме меня, есть еще 15 человек в первой линии. И я понимаю, что они будут перемешиваться. То есть, есть большая вероятность того, что под меня сразу же встанут какие-то лидеры моего куратора. И чем выше я покупаю стол, тем выше вероятность того, что я в дальнейшем получу там переливы. Например, представим, есть вот Илья. Илья мой куратор. Представим, что у Ильи 20 человек. И один из них я. И я разговариваю с Ильей. Говорю, Илья, слушай, а как у тебя люди заходят? Остальные, кроме меня. Он говорит, ну вот у меня 5 человек заходят только в первый стол. 10 человек заходят в первый и второй стол. Остальная масса заходит все на первые три стола. Я понимаю, что если я буду в третьем столе, ну я перемешаюсь. Возможно, я получу перелив. А в четвертый стол у Ильи не идет никто. Никто. Но сам Илья идет. И я понимаю, что если я пойду в четвертый стол, значит, я встану в плечо к Илье. Значит, я займу левое место. И значит, что остальные 19 человек, когда будут закрываться в третьем столе и переходить в четвертый стол, то сначала они встанут в правое, то есть первый человек встанет в правое плечо к Илье, а второй человек уже встанет в левое плечо ко мне. Третий человек встанет в правое плечо ко мне. Четвертый и пятый закроют первого личника Ильи. Шестой, седьмой, восьмой, девятый человек встают уже в мою структуру. То есть я себе, по большому счету, не прикладывая усилий, только за счет того, что я купил на стол выше, чем все остальные, гарантировал себе на долгосрочной перспективе переливы. За счет того, что я купил выше остальных. Соответственно, я также перейду и в пятый стол быстрее, чем остальные партнеры Ильи. Соответственно, я и в пятом столе могу рассчитывать на переливы. Логично. То есть перешел Илья сразу же, как только к нему встал его первый личник. Затем, как только второй и третий человек вышли к Илье, я тоже встал к нему в левое плечо в пятом столе. Соответственно, то же самое происходит и в шестом столе. То есть за счет того, что я прокупил более высокий стол, я гарантировал себе то, что я буду первым человеком, который будет получать переливы от своего вышестоящего куратора. И, соответственно, я получаю одним из первых все преимущества шестого стола. А это и клоны в грин, и клоны в бронзу. Если мы говорим сейчас про бронзу. Если мы говорим про сильвер, то я получаю клоны и в профитбокс, в грин, и в профитбокс, блу, и в бронзу, и в серебро. Просто за счет того, что я купил столы выше. Я могу обеспечить свою команду помощью и переливами. Если мы говорим о человеке, который идет на пассив. У всех есть такие люди, которые хотят на пассив. Что говорить? Мне пишут много людей, которые хотят пассива. И говорят, как заходить? Я понимаю, что в этом маркетинге можно обеспечить людей пассивом. При этом мне не придется прикладывать каких-то там сверхусилий. Они будут закрываться автоматом. Просто сверху вниз, слева направо. Говорить о том, что можно набирать много людей на пассив? Нет. Нет. И мы не берем большое количество людей на пассив. Я отказываю людям. Я на полном серьезе людям отказываю. Говорю, нет, мне не нужно. Либо ты заходишь вот так, либо ты мне не нужен. То есть мне не нужен человек в первый стол, в бронзы, за 500 рублей, которого я буду потом толкать в вечность. Просто я буду толкать его из первого стола во второй. Из второго стола в третий. Из третьего в четвертый. Я понимаю, что это делается на автомате. Я понимаю, что, грубо говоря, я не сижу там, не упахиваюсь, не расставляю под него клонов, чтобы он закрылся. Он закрывается автоматически. Но я человек, который привык считать, грубо говоря, ресурсы. Какое количество ресурсов придется потратить на какого-то пассивного партнера, который вложил минимум. И как быстро моя структура с этого начнет получать какие-то блага. То есть для того, чтобы мне дотолкать этого партнера с первого стола до выплаты в шестом столе, напоминаю, нужно 130 человек. То есть 130 мест, клоны, партнеры, переливы. Уйдет на то, чтобы закрыть этого пассивного партнера. И только после этого можно будет говорить о том, что он принесет 4 клона. То есть он закроет какого-то одного партнера. Да, он даст точно, как минимум, он даст 2 выплаты моим партнерам в моей структуре. Да, он закроет как минимум одного партнера, переведет его в второй стол. То есть да, он создаст определенное движение. Но стоит ли это проделанной работать? Я думаю, нет. То есть я считаю, что на пассив, именно если мы говорим про пассивный доход, на пассив брать человека на нижний стол не стоит. Ну, не стоит. То есть сюда идут только активные партнеры, которые хотят именно строить команду, которые хотят зарабатывать, которые хотят расставляться, строить структуру, хорошо зарабатывать. Если мне пассивный партнер пишет, я говорю ему минимум четвертый стол серебра. Это минимум четвертый стол серебра и второй стол золота. Ну, если человек зашел, просто где-то увидел в чате мою ссылку или где-то увидел там мою ссылку на социальных сетях, многие же ее рекламируют, и такой, сам зашел, сам куплю, буду стоять. Ну, окей, стой. Ну, я не обещаю ничего, я никому ничего не гарантировал. Ты сам принял такое решение, ну, зашел, стой. Но мне это не нужно. То есть я, как куратор, хочу четко понимать, если я беру такого человека, то я понимаю, что я беру на себя ответственность. Я должен этого человека вывести в ноль, а потом вывести в плюс. Для того, чтобы я мог сделать это максимально комфортно для себя и максимально выгодно для моей структуры, я понимаю, что это должен быть высокий стол. Высокий стол. Если говорить именно про пассив, как минимум четвертый стол в серебре. Почему? Потому что я, опять же, понимаю, что основная масса моей команды пойдет на первый и второй стол. Я буду в четвертом столе. И пусть у меня в одну из ног встанет этот пассивный партнер, займет место. Окей. Но я понимаю, что у меня есть структура там, например, 100 человек. 100 человек – это 100% мы дойдем, если мы даже идем с нижнего стола, как минимум до пятого. Просто вот без клонов, без переливов, просто на старте. Соответственно, я понимаю, что человек в четвертом столе закроется и уже в пятом получит клоны. Он уже получает клоны и он уже участвует в командном движении. То есть он уже кому-то дал выплату, он уже кого-то толкнул, он уже кого-то закрыл, пройдя всего один стол. Он прошел один стол и уже участвует в движении. Он не идет четыре стола. Мы не толкаем его четыре стола для того, чтобы он начал принимать участие в нашем командном движении. А я, как куратор, заинтересован в том, чтобы двигалась вся команда, чтобы вся команда зарабатывала, правильно? Мы же для этого здесь собрались, не только для того, чтобы чувствовать сами себя хорошо, но и для того, чтобы моя команда была довольна результатами, чтобы моя команда была довольна выплатами. Для этого мы здесь и собираемся. Если мы правильные сетевики, а не просто люди, которые полетели, там разберемся. Я напрямую заинтересован в том, чтобы моя команда зарабатывала. И для того, чтобы моя команда зарабатывала, мне могут помочь пассивные партнеры, но только на высоких столах. Вот в принципе, это даже не стратегия дохода, заработка. Скажем так, это логические умозаключения человека, который разбирается в маркетингах и рекомендация исключительно по входу в маркетинг. Не по дальнейшей работе. По дальнейшей работе каждый из вас уже будет самостоятельно принимать решение, как именно ему двигаться в этом маркетинге. У нас после старта заработает Magic Box, которым можно будет там разыгрывать более высокие столы, разыгрывать клоны и так далее. Ну, добавится в том смысле, что в Magic Box добавится Boombox, там тоже можно будет разыгрывать места. Есть люди, которые работают сборниками так называемые, покупают более высокие столы, скидываются партнерами и покупают в складчину себе более высокое место. Есть командные стратеги, которые предполагают собой еженедельную прокупку клонов. Есть такое. Люди абсолютно разные придумывают велосипеды к уже работающему механизму, да, то есть прикручивая что-то свое для того, чтобы ускорить процесс движения. Но об этом на вебинаре я не считаю нужным рассказывать, потому что в каждой команде это свое. И так, сейчас я, Валентина, чуть-чуть попозже, я прочитаю все вопросы и отвечу. Говорить здесь на вебинаре о том, как лучше двигаться уже после запуска, я считаю, это не совсем корректно, потому что вот сейчас на данный момент нас 150 человек, и все это люди из разных команд. И я просто могу забить голову людям ненужной информации, будет куча вопросов, опять же, к кураторам ненужных. Кураторы вам потом сами расскажут, что они придумали, как они придумали. Может быть, это будет просто работать по маркетингу, по классике. Может быть, кто-то будет что-то свое прикручивать уже к действующему маркетингу. Так, давайте теперь почитаем вопросы. Вот Валентина спрашивает, Дима, а есть ли только шесть взять в серебро? Все, хороший вопрос, Валентина, но лично мое мнение, не навязываю никому, я бы не стал, я бы стал брать пятый стол, лично мое мнение. Почему? Потому что если я приобретаю стол пятый, то он мне обходится в два раза дешевле, чем шестой. В шестом столе что я получаю? Я получаю свои деньги обратно. Потом я получаю большое количество клонов в грин, в блу и в бронзу и в серебро. И зарабатывает мой куратор. И получаю реинвест. И уже только с реинвеста я, получается, выхожу в плюс. Если я приобретаю пятый стол, да, я жду немножко дольше, чем если я беру шестой стол. Но я уже в пятом столе получаю выплату. И в шестом столе, когда я закрываю первое место, я уже в два раза больше заработал, чем внес. Может быть, как бизнесмен, я сейчас веду себя не очень корректно. Я понимаю, что мне было бы выгоднее сказать вам сейчас, да, берите шестой стол, он дороже стоит, класс. Но выгоднее, выгоднее купить пятый. Ну, просто выгоднее. Стоит дешевле, зарабатывайте больше. В процентном соотношении. То есть ты хочешь быстро клонов? Но если да, но если нужны больше клоны, чем выплата, то есть, ну, если задача такая, что я просто хочу вернуть свои и получить клоны, двинуть команду, то тогда да, шестой стол. Если цель именно заработать быстро, то тогда лучше пятый стол, потому что из пятого в шестом вы заработаете. Если берете шестой стол, вы просто возвращаете свои средства обратно. И потом уже, когда произошел реинвест, вы выходите на доход. Поэтому здесь посчитайте, сами подумайте. Я бы поступил вот так, как я озвучил. Сейчас я открою рубрику вопросов. Если у кого-то есть еще вопросы, пишите. Ну, и кураторам выгоднее, конечно, чтобы они шестой стол. Кураторам, да, выгоднее, чтобы они покупали шестой стол, да, несомненно. Так. Можно наглядно показать в примере, как будет происходить рандомное распределение клонов. Или просто объясните, пожалуйста. Распределение клонов, оно не рандомное. Клоны расставляются четко по системе. Сверху вниз, слева направо, в любое свободное место в вашей структуре. Они не могут покинуть пределы вашей структуры. Система выискивает по системе, как мы читаем книжку. Сверху вниз, слева направо. Вот таким образом. Ищет свободное место. Нашла. Поставила клона, который у вас появился по маркетингу. Ищет дальше. У вас их четыре. Нашла следующего. Поставила. И вот таким вот образом заполняются клоны. Клоны не расставляются рандомно. Если я зашла в бронзе, первый, второй и пятый столы, а мой личник шестой стол. В чем вопрос? Ну, то есть, это все. Если вопрос в том, что получите ли вы реферальные вознаграждения, вы получите реферальные вознаграждения. Вы получаете вознаграждение в том случае, если вы есть в том же уровне, что и ваш личник. Если бы мы говорили о том, что вы купили места в бронзе, а личник купил в серебре, то за серебро вы не получите, пока не купите там место. Если мы говорим с вами о том, как будет расстановка идти, то ваш личник встанет под вашего вышестоящего куратора. И когда вы закроетесь в пятом столе и перейдете в шестой стол, вы с вероятностью в 90% не встанете под своего личника, потому что вы тоже встанете под вашего куратора. То есть и вы, и он встаете под куратора, под вашего. И так как эта остановка автоматическая, то есть высокая вероятность того, что вы встанете в разные места. То есть вы с ним там уже вряд ли перемешаетесь. Когда он получит свой реинвест, его реинвест встанет к нему. Это его клон. То есть по большому счету вы в шестом столе уже не сможете с ним перемешаться. Но реферальное вознаграждение вы будете получать. Добрый вечер. Если партнер заходит в голд, а его куратора нет в голде, он будет на месте стоять или будет двигаться с другими партнерами, с вышестоящим куратором? Если мы говорим про пассивного партнера, который зашел в голд, то там как карта ляжет. Если повезет, он перемешается и будет двигаться. То есть по большому счету он становится личником вышестоящего куратора, но не по реферальным связям, а по движению. То есть он всегда будет идти за вышестоящим. Если он закрылся в первом столе, он перешел во второй стол и встал точно так же к вышестоящему куратору. Реферальные вознаграждения в этом случае не получает никто с закрытия. То есть ни его куратор, ни вышестоящий куратор, никто. Они просто остаются в пользу зрительского зала и все. Что касаемо движения, я объясню. Так, вопросов больше не вижу. И меня это радует. Это значит, что в принципе вопросов нет. Чат достаточно тихий сегодня. Вопросов тоже не вижу. Если вопросов нет, то предлагаю больше не задерживаться, приступить к работе. Ребята, у нас осталось три недели предстарта. Перед вебинаром я заходил, посмотрел. В бронзе в первом столе уже приобретено полторы тысячи мест. За неделю. За неделю полторы тысячи мест люди приобрели. Что это значит? Для чего? Это говорит о том, что люди включаются постепенно в работу. Это говорит о том, что новые люди, которые пришли в команду, в компанию, которых не было еще в профитбоксе, активно приглашают новых партнеров. Потому что в основном те люди, которые уже есть в проекте, они не спешат с покупкой. Как показывает практика, обычно на старте покупают люди, либо которые прямо очень сильно любят делать все заранее, либо люди, которые только заходят в проект и сразу же бронируют себе места для того, чтобы просто потом не париться, не забыть. То есть они сразу пополняются. Купил место и все. И он спокойно приглашает уже людей. То есть я делаю вывод, что добрая половина из этих полутора тысяч мест – это новые люди в компании. Я вижу, как динамично у нас идет развитие, как быстро у нас добавляются люди. У нас уже почти 18 тысяч партнеров. Я уверен, что к моменту запуска Boombox у нас будет как минимум 50 тысяч. Я уверен в этом почему-то. Даже не сомневаюсь. У нас добавляется большое количество лидеров с различных проектов, с других матричных проектов, с продуктовых направлений. Мы со многими ведем переговоры. Работа идет хорошо. Поэтому включайтесь, приглашайте. Хочу в очередной раз напомнить, что предстарт – это то самое время, когда идет самое мощное развитие партнеров и кураторов. То есть на предстарте команда, как правило, увеличивается в 2, в 3, в 4 раза. То есть если сейчас есть человек, у которого структура 100 человек, как правило, на предстарте она вырастает до 300-400 человек. Если это команда, у которого 1000 человек, она, как правило, вырастает до 5000 человек. Почему? Потому что это новая возможность. Потому что это новый шанс зайти к тем людям, которым я уже заходил с предложением. Но тогда им что-то не понравилось. Сейчас у меня есть абсолютно оправданная ситуация. Я могу снова написать, сказать, привет, слушай, мы с тобой общались, ты туда не пошел. Потому что... Теперь есть другое предложение. Оно тебе понравится точно. Посмотри. То есть у меня есть теперь шанс снова постучать в ту же дверь. А когда я стучу второй раз в ту же дверь, как правило, после моего первого захода человек уже начинает за мной смотреть. Он думает, да вот он меня приглашал, интересно, как у него дела. И те люди, которые следовали советам Ильи и все это время транслировали свои чеки, развитие, как у них идет движение, за ними все это время люди смотрели. И сейчас, когда они делают повторное предложение, отказать им намного тяжелее. Поэтому не тратьте время, работайте на предстарте, приглашайте партнеров, строите команду. Маркетинг огненный. На самом деле маркетинг получился шикарный. Я каждый раз на него смотрю, и мне он нравится с каждым разом все больше и больше. Каждый раз общаясь с новыми потенциальными партнерами, когда мне задают вопросы, я понимаю, что у людей просто нет возражений. Ну, просто их нет. Они мне говорят, а вот это как? Я говорю, а вот так. Они такие, блин, круто. А вот это как? Я говорю, а вот здесь вот так. Они такие, воу, пушка. Ну, то есть, нечего возразить. Возразить нечего. Работать очень легко, приглашать очень легко. Поэтому большое спасибо за внимание. Всем пока, до встречи в чате. Продолжение следует.